И молодая гвардия в строю. Так называется антология, которую в Риотовском музее на выставочном центре презентовали ее составители и авторы. В книге представлены повести, рассказы, стихотворения и документально-публицистические статьи. Все они посвящены подвигу юноши и девушек из подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая действовала в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году было 80 лет с момента создания подпольной организации «Молодая гвардия», потому что как раз в 1942 году город был оккупирован, и определенные события послужили тому, что ребята объединились, и как могли они противостояли тогда оккупантам. А в 1943 году они были казнены после жестоких пыток. Ну и в этом году это тоже получается дата 80 лет с дня их гибели. Молодую гвардию увековечил писатель Александр Фадеев в одноименном романе, который увидел свет в 1946 году. В наши дни история краснодонских подпольщиков приобрела новый смысл. Неподалеку от тех мест сегодня снова идут бои. С 2014 года началась новая война, и многие из тех людей, которые вошли в эту книгу, они уже участники войны в Новороссии, в Донбассе. Поэтому они, когда создавали эти произведения, которые вошли в эту книгу, уже понимали, что такое война, то есть воспринимали ее неумозрительно. И, конечно, в этом плане это издание уникальное. Несколько писателей-поэтов из Краснодона, чьи произведения вошли в антологию, прибыли в Риутов при финансовой поддержке НПО «Машиностроение» и «Союза машиностроителей России». Среди них поэты Инна Сопова и Виктор Плескун. И стала юность, дети Краснодона, чтобы защитить от честного трога, пусть вопреки Господнему закону, но поднялась на варвару рука. Присутствующие на встречу юноармейцы и кадеты из риутовских школ приветствовали гостей литературными и песенными номерами. Презентация антологии прошла в дружественной обстановке. Несколько книг были переданы в школы и библиотеки нашего города. Евгений Сафаров, Петр Каретов, телеканал ТВ Риутов.